Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Татьяна Леонтьева. Смотрите сегодня в нашей программе. Желанные велогости, представители Союза велосипедистов Татарстана, прибыли в Альметьевск. Создадим такой маршрут, который будет иметь некую философскую подоплевку, некую культурную ценность. С прицелом на будущее в телекомпании Альметьевск ТВ прошла экскурсия для самых маленьких. Смотришь на экран, не видишь обратную сторону вашей работы. В Альметьевске прошел творческий вечер поэтессы Гульгины Каримовой. Чтобы наша молодежь знала своих авторов. На полях Альметьевского района полным ходом идет уборка урожая. По информации Управления сельского хозяйства и продовольствия, обмолот зерновых и зернобобовых культур составляет 10 970 гектаров. А на молот зерна 27 178 тонн при урожайности 24,8 центнера с гектара. В том числе обмолот азимы пшеницы составляет 8 850 гектаров. Это 80% от запланированного. А зимой ржи обмолочено более 1200 гектаров. Это также более 80%. Параллельно идет обмолот ярового ячменя на площади более 800 гектаров с урожайностью 25,4 центнера с гектара. И гороха 70 гектаров. В текущем году задействовано на уборке урожая 80 зерноуборочных комбайнов. По состоянию на 8 августа все хозяйства района ведут уборочные работы. Продолжается заготовка кормов. Заготовлено уже более 16 центнеров кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота. Из них сенажа более 38 тысяч тонн, что составляет более 90% от потребности. А сена 12 тысяч тонн, что составляет 137% от запланированного. Напомним, что в районе общее поголовье крупного рогатого скота составляет 13 498 голов. Из них 4 321 голова – дойное стадо. Альметьевск посетили представителя Союза велосипедистов Татарстана. На базе подросткового клуба «Союз» они провели встречу с велолюбителями города. О чем говорили казанские и альметьевские велосипедисты и какие вопросы обсудили, расскажет наш корреспондент. Альметьевск активно развивает велоинфраструктуру. Программа началась в 2016 году. Планируется построить 250 километров велодорожек. И к 2020 году пересадительные велосипеды до 7% жителей. Сейчас, к слову, велосипедами пользуются около 2% альметьевцев. По подсчетам в день в Альметьевске проезжает более 1600 велосипедистов. Велосипеды занимают очень мало места в городе. Мы вернем в город воздух. На месте парковки одного автомобиля можно припарковать 10 велосипедов. А также мы хотим снизить загрязненность и наших дорог, почвы и воды. Республиканских велосипедистов также познакомили с системой байкшеринга в Альметьевске. Оранжевые велосипеды уже давно стали привычным атрибутом города. Парковки «Гоу-байк» расположены по всему Альметьевску. Вы можете с точки А в точку В можно идти, но на самом деле перед доехать примерно за полчаса. То есть полчаса, чтобы добраться до точки В, то и ждать вас уже. Также этот байк очень доступен в использовании. Стоимость поездки составляет 10 рублей за полчаса. В свою очередь альметьевцев познакомили с проектом «Велодобро». Его суть в том, чтобы старым сломанным велосипедам дать вторую жизнь. А затем передать их детям из неблагополучных и малообеспеченных семей. Отдать ненужный велосипед может каждая теперь и в Альметьевске. Проект уже начал реализовываться и вполне успешно. То есть мы, например, на территории Казани. Люди очень активно привлекаются на данный проект, на данную акцию. Приносят велосипеды в наши центры сбора, в центры приема старых велосипедов. На встрече обсудили веломаршрут «Путь Тукая». Проект предполагает привлечение интереса туристов к жизни и творчеству татарского поэта. Маршрут для культурного паломничества пролегает по нескольким районам республики. В том числе Высокогорскому, Арскому, Отнинскому и Балтасинскому. Люс Автямович приехал и сказал, давайте мы у себя в республике Тарстан создадим такой маршрут, который будет иметь некую философскую подоплёку, некую культурную ценность. А что мы можем предоставить всему миру? Тарстан. После встречи казанские гости ещё раз прокатились по велодорожкам города. С чего начинается Родина? Эта заглавная строка известной песни как нельзя лучше подводит к нашему следующему материалу. Его герой считает себя настоящим патриотом, человеком, который беззаветно любит родной город. В этом году Альметьевску исполняется 65 лет. Заметной дате в жизни нефтяной столицы мы посвятили специальную рубрику. В 92-м году приехал в прекрасный наш город Альметьевск, полюбил эту прекрасную землю, прекрасных людей, прекрасный город. Увольнялся с вооружённых сил, меня звали в другие города. Но мы с семьёй, так как мы родом из русского Акташа, мы с семьёй решили только поедем в город Альметьевск. По своей деятельности я ездил в разные города за нашу республику Татарстан. И сравнивая культуру, чистоту города, красоту города, мы пришли к мнению, что красивее нашего города нет. И мне хочется также сказать, что мы, большинство в нашем городе, это патриоты нашего города. Они любят наш город, содержат его в чистоте. Хочется мне пожелать жителям нашего города Альметьевска, берегите эту красоту. Вы живёте в таком городе, который нужно только поддерживать то, что создали, то, что создаётся в нашем городе. Вы должны любить этот город, быть патриотами нашего города. И, конечно же, вы должны дорожить то, что создано, и сохранять те традиции, которые испокон веков передаются из поколения в поколение. Вы должны дорожить труд тех, кто создал это. Дорожить труд работников жилищного и коммунального хозяйства, которые убирают улицы, чистоту наводят. Понимаете, поэтому у нас в городе урны везде, поэтому нужно перед тем, как что-то сделать, подумайте, что вы в своём городе, вы патриоты нашего города. Хочется поздравить всех жителей нашего города, города Альметьевска, с нашим праздником, пожелать здоровья, счастья, процветания нашему городу, чтобы у всех было такое желание, что будем жить, любить наш город, и чтобы он только процветал для блага нас и наших детей. В рамках проекта «Лето детям», организованного с Союзом женщин Альметьевска, школьников и воспитанников детских садов, продолжает знакомиться с различными профессиями. В этот раз группа детей и их родителей побывала в гостях в нашей телекомпании. Подробности в сюжете. На этот раз детям выпала возможность познакомиться сразу с несколькими профессиями – репортера, оператора, ведущего и монтажёра. Всё началось с главного отдела любой телекомпании – со службы новостей. Заместитель руководителя телекомпании Елена Марданшина рассказала гостям, в чём заключается работа корреспондента и оператора. Они прикоснулись к трофеям и сувенирам, которые выигрывались и собирались коллективом телекомпании за всё время её существования. «Награда, которая самая большая для журналистов у нас в Татарстане, это полный мечта, потому что мы все здесь мечтали работать на телевидении». Команда новостников была рада маленьким гостям, а дети, в свою очередь, всегда рады новым впечатлениям. Следующая остановка – звуковая студия, где написанные на компьютере тексты обретают голос. Здесь же производится и конечный монтаж сюжетов, когда видеоряд сводится со звуковой дорожкой. Экскурсия завершилась в «Святая святых» телекомпании – главной студии новостей. В это помещение ребята могли почувствовать, как это – находиться под цветом софитов и в объективах камер. Экскурсия понравилась не только детям, но и взрослым. Не каждый день тебя впускают за кулисы. «Смотришь на экран, не видишь обратную сторону вашей работы. Так что дерзайте, хороших вам плодотворных трудов». Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Творческий вечер поэтессы Гульгины Каримовой прошел в городском парке. Десятки альметьевцев собрались у летнего театра, чтобы послушать песни и стихи популярного автора. На концерте побывала и наша съемочная группа. Гульгина Каримова давно известна любителям татарской эстрады. На творческий вечер поэтессы собрались не только преданные зрители, но и коллеги – певцы, композиторы, писатели. Гульгина Каримова из года в год дарит свои стихи как давно известным артистам с возрастной аудиторией, так и молодым исполнителям. А молодые певцы и певицы могут похвастаться такой же молодой аудиторией. В свою очередь юных слушателей можно познакомить с современной классикой. Чтобы наша молодежь знала своих авторов, наверное, больше, чтобы они к татарскому языку не притягивались, чтобы они не забывали своих талантливых авторов, своих взаотечественных, скажем так. У Гульгины Каримовой уже есть молодые поклонники. Кто-то тяготеет к ее творчеству, потому что привлекает автор. Кто-то, потому что нравится народный колорит и традиционность. Кому-то нравится не только ее песенное творчество, но и проза. Последнее, что вышло из-под ее пера – биографическое произведение, посвященное Зайнап Фахрединовой. Это ее последняя книга. Я прочитала ее на одном дыхании. Мне очень понравилось. Я ее ярая фанатка. Вот знаете, мне нравятся все ее песни, стихи. Просто ценители татарской музыки. Многие из коллег по цеху работают с автором не первый год. Владимир Федоров занимается совместным творчеством с Гульгиной Каримовой уже шесть лет. Вместе они выпустили не одну песню. А началось плодотворное сотрудничество с первой совместной композицией об Ознакаевском районе. Наша творчество завязалось таким образом. Нужно было написать песню про Ознакаевский район, про Ознакаев, в общем. Она ко мне приходит с готовым текстом. «Молодя, ты сможет написать? Давай вместе поработаем». Вот с этого у нас и началось совместное сотрудничество. Концерт продолжался до темна. Зрители то и дело пускались в пляс. Закончилось все благодарностью поклонникам, пришедшим на бенефис. А групповое фото с самыми преданными из них стало приятным завершением вечера. Тимур Туманов, Филюза Хамедулина, Альметьевск ТВ. И снова о спорте. Прошла очередная тренировка участников проекта «Зеленый фитнес». Десятки альметьевцев встретились на общей зарядке на городском пляже. Но обычным набором упражнений дело не ограничилось. Подробности далее. Всем известно, что день нужно начинать с зарядки. Это позволяет взбодриться и продуктивно провести день. А прошедшее в эти выходные занятия «Зеленого фитнеса» еще и дало возможность интересно провести время. Заниматься спортом в команде всегда веселее. Зумба, джаз-фанк и аэробика – все это вошло в спортивную программу воскресного фестиваля и зарядило всех силами и бодростью на предстоящую неделю. Сначала медленная разминка, затем зажигательные танцы. В жаркий солнечный день не помешает и охладиться. Поэтому после общей зарядки участники взяли в руки водное оружие и по сигналу ведущего начали веселое сражение. В таких соревнованиях не бывает победителя, ведь главная цель – зарядиться хорошим настроением. Вообще очень круто, незабываемые ощущения. И было весело. Надеемся, будет еще. Очень хорошее настроение на этих занятиях. Бодрость, теле, душе, радость. Много стали все в одну линию. Знаете, спасибо, хочу огромную благодарность выразить организаторам «Зеленого фитнеса» за то, что есть возможность выбора и площадки, и видов упражнений по физическим возможностям. «Зеленый фитнес» проводит занятия несколько раз в неделю на различных площадках города. Это йога, джаз-фанк, аэробика, оздоровительная гимнастика и многое другое. Стать участником проекта может каждый. Главное желание. У нас грамотные инструктора, которые практически каждому подсказывают, показывают специальные упражнения и тем самым прививают любовь к спорту для граждан. То есть это массовый спорт, доступный для каждого. Который закаляет себе привычку, и каждый постепенно может у себя дома заниматься разными физическими упражнениями. Тимур Туманов, Татьяна Леонтьева, Альметьевск ТВ. А сейчас информация от синоптиков. В четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Температура воздуха ночью 14 градусов, днем 17. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Эфир продолжит передача «Городская среда» с Еленой Морданшиной. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова